Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня мы рассмотрим технологию выращивания сои в Алтайском крае и в целом Сибирском федеральном округе. Оно состоит из определенных этапов, которые необходимо выполнять. Первое – это севооборот. Это очень важный этап, при котором мы получаем и качество, и количество, скажем, урожай сои. В нашем хозяйстве мы используем двухпольный, трехпольный севооборот соевый. Он складывается вот таким образом. То есть соя, еще раз соя, а затем у нас пшеница. Почему именно вот так идем распределение? Ну, все просто. Потому что соя при выращивании выделяет, не выделяет, а живет вместе с бактериями, которые, в свою очередь, выделяют для соли азот. А азот, он непосредственно дает нам урожай и дает качество. Чем чаще мы сеем сою на одном поле, тем больше бактерий, лучшее качество и выше урожай. Значит, вставляем злаковую культуру для того, чтобы зачищать поле от сорняков. Второе, значит, второй этап – это сорта. Это тоже очень важный этап подбора сортов. При подборе сортов, я должен, наверное, каждый фермер должен знать или стремиться, наверное, подобрать именно тот сорт, который подходит именно для его климатической зоне. И в своей зоне он будет выращивать именно определенное качество, высокое качество белка. Что здесь хочется отметить в сортах? Существует на сегодняшний момент очень много сортов зарубежные. Очень много сортов существует и дальневосточные, и южной части Ростовской области, России. У нас в крае высевает все, что есть в мире. Результат тоже, соответственно, именно такой. Я считаю, что подход должен быть именно такой, как говорят ученые. То есть, соя выращивается на определенной широте, выводится сорт на определенной широте. В данных условиях той широты он ведет себя адекватно, скажем так. Если, например, возьмем, сорт выведен на 47 широте, а приходит в 50, 51, 53, как у нас широту, то он автоматически удлиняет или укорачивает вегетацию. В нашем случае, каждый градус это 5 дней плюсом к вегетационному периоду. Если мы смотрим в каталоге и видим зарубежный сорт, они пишут 90 дней вегетационный период. Ну вот и прибавьте, скажем, если 49 широта, плюс 4, это вам 20 дней плюс. В наших условиях 20 дней плюс, это значит недобор по урожаю, по качеству. То есть, мы получаем морозобойкую зеленую сою, которая идет каким-то третьим, четвертым сортом. Если мы используем наши районированные сорта, то мы уходим от этих проблем, потому что у нас сорт выведен в наших условиях и срок вегетации соответствует написанному. Нам не надо дополнительные средства для десекации, как в случае импортных сортов. У нас соя созревает, естественно, и получаем качество, естественно, и урожай в том числе. Дальше, значит, следующий этап, это засоренность, скажем, не засоренность, а химическая обработка или прополка полей от сорняков. Это тоже очень важный этап. Ну, у сои не бывает неважных этапов. Соя, она очень чувствительна к сорнякам и она очень чувствительна даже загущению своих посевов. То есть, соя не любит конкуренции ни сорняков, ни своих собратьев культурных растений. И вот, значит, хотелось бы тоже еще маленько вернуться назад и поговорить о норме высева. Норма высева для сои вот в наших условиях это 700-600 тысяч семян на гектар. Соя, она, в принципе, обладает способностью ветвиться и давать полноценный урожай на разреженных посевах. Почему именно вот такая низкая норма? Потому что для каждого растения необходима площадь питания. Чем большая площадь питания у растения, тем выше урожай и выше качество. Вернемся к прополке. Важно использовать не дженерики, я считаю, а именно оригинальные средства защиты. Мы в своем хозяйстве работаем фирмы БАСФ, оригинальными. Используем для прополки и Мазомокс, и Мазотопир. Это пивот, пульсар. В комбинации, скажем, деление происходит таким образом. Существует, вот, после злаковых мы сеем сою. Первый год после злаковых мы работаем и Мазотопир и Мазомокс. Это значит Мазотопир 05, и Мазомокс 06. Работая имазотопиром, мы получаем почвенный эффект. То есть мы дополнительно создаем экран, когда сорняки не выходят, не прорастают, а погибают. Второй год мы понимаем, что следующий год у нас после сои будет опять злаковая культура. Значит, мы уже не можем использовать почвенные эффекты, а берем только чистый Мазомокс, потому что он разлагается в течение месяца и не оказывает действий на последующую культуру. Таким образом и складывается у нас система защиты, что почвенный эффект. Первый год, второй год просто подбираем сорняки и выходим на злаковые. И где мы злаковые, вернее, широколистные сорняки злостные не добили, мы добиваем их в пшенице. Следующий этап, это уборка. Ну, уборка тоже немаловажный этап, и многие крестьяне, они теряют на неправильное применение техники, скажем так, что ли. То есть, для уборки сои, я считаю, можно убирать ее, конечно, и простыми жадками, но большие потери, потому что нижние бобы у соя, если они чуть-чуть изреженные, они растут на расстоянии 4-5 сантиметров. Если убирать обычные жадки, то жадка подрезает бобики и происходит осыпание урожая. Можем потерять до 10 процентов урожая при уборке. В своем хозяйстве мы используем специальные жадки, жадки с низким срезом, с плавающим ножом. Они, эти жадки, есть на рынке. У нас импортные жадки, но существуют уже и наши русские жадки, и вот расселимашевские, они так и называются, бобовые. Теперь коснемся перспектив сои в целом в нашей зоне, в нашей сибирской зоне. Посевы сои у нас только увеличиваются, не могу сказать цифры, знаю точно, что в несколько рах пришло увеличение посевов. Люди интересуются и у нас семеноводческое хозяйство по сои, именно по сои. И мы видим, что тенденция покупки семян увеличивается, значит расширяются площади посева. Хотелось бы отметить, что, ну может быть даже развенчать миф о том, что соя очень влаголюбивое растение, что муссонного климата должно быть большое количество влага, дождей и очень жарко и тепло. Последние года показали, что именно на наших районированных сортах соя показывает себя как засушливая устойчивая культура. То есть по опыту крестьян, по прошлому году в некоторых районах нашего края была засуха, но соя показала себя хорошо. Получали урожай где-то в районе 12 центеров, при том, что пшеница сгорала практически 5-6, но при той цене, которая существовала в этом году на рынке, результат был очень даже и неплохой. Ну, хотелось бы еще коснуться сортов, именно какие сорта используем мы вот в нашем хозяйстве и почему мы это делаем. Из истории немножко мы пробовали разные сорта сои, то есть и амурские сорта пробовали, завозили, с Украины даже пробовали, пробовали ростовские сорта, импортные сорта. Ну, пришли к такому выводу, что лучше брать наши районированные сорта, которые железобетонным созревают в конце вегетации и которые мы убираем. Сегодня у нас три основных сорта. Это черемшанка, сибирячка и золотистая омская селекция. И сейчас выходит новый сорт, это сибириада. Это, скажем так, один из совместных сортов нас и Омского института. Что бы хотелось отметить по этому сорту? Это такой очень пластичный сорт, он созревает очень ровно, короткие вегетационные периоды. По урожаю за три года испытаний он ни разу опустился ниже 30 центеров. Максимальная урожайность по нему была 42 центера с гектар. С хорошим качеством. Белок 42-44 показывал. И, ну, как бы, посмотрим, как он будет себя вести на производственных посевах. В этом году мы выходим на где-то в районе 500 гектар сои будет посеяно сибириады. И уже осенью можем вам доложить, какой результат получится на производственных посевах. Выращивание сои – это очень перспективное направление для нас, для аграрии Алтайского края. Потому что в связи с этими засухами, в связи с тем, что спрос на сою только увеличивается, в связи с тем, что рядом соседи китайцы и все хотят купить сою. И поэтому ее нужно выращивать больше, надо выращивать более качественную сою для того, чтобы цена соответствовала. И чтобы крестьяне получали достойный результат и достойное, скажем, вознаграждение в денежном выражении. И я думаю, что соя, она только порадует всех и нас в том числе. Спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!